Всем привет, дорогие друзья, с вами Бирбария. Сегодня я в черном, а значит я буду есть что-то такое, что мне, честно говоря, есть не очень хочется. Но мне кажется, этот обзор будет полезен для вас, если в вашем городе есть супермаркет-лента, гипермаркет-лента. Проходя мимо витрины с готовыми блюдами, я заприметил вот такой вот ассет из блюд, который вот так называемая вот food-to-go лента. Меня больше всего, конечно, привлекло вот это ведро, то есть оно очень было похоже на ведерко из KFC. Здесь тоже курица с картошкой, но потом я увидел, что рядом лежат еще варианты быстрой еды, то есть все варианты быстрой еды. То есть это бургер, это воки и это шаверма. И я подумал, что будет интересно вам это показать, и еще я подумал, что будет интересно вам показать вот эту штуку. Но это понятно, что это просто мимо обзора, но просто посмотрите это свиное жаркое в горшочке. Просто посмотрите на выражение этой свиньи. Вот такой горшок, я думаю, что может я его потом приготовлю, расскажу вам, как оно было. Ну вот эта морда просто, которая торчала, смотрела на меня, я не знаю, я не смог пройти мимнюю. Она отвратительно пахнет, она пахнет жаренными на масле пирожками. У меня ассоциация была исключительно, вот я жил в провинциальном городе, там на вокзале бабки пирожками торговали, вот из ведра такого укрытого полотенцем. И вот прям такой конкретный мне этим запах напахнуло. Значит, первое, что мы будем пробовать, это сет форвард. Значит, сет форвард, это что-то типа ведра из KFC, как я уже сказал, значит, здесь у нас целых полкило жрачки. То есть здесь картоха, здесь куриное филе и здесь куриные крылышки маленькие. Действительно ли у нас здесь есть полкило? 495 грамм. И давайте посмотрим, вот есть вот такое филе, есть вот такое крыло и есть вот такая картоха. Ну, у меня сразу немножко разгорается срак, потому что, ну, если в KFC вот эти вещи, они жареные. Здесь, ну, вот эта вот грудка, она еще куда не шла, но вот это крыло, оно конкретно просто вареное. То есть, посмотрите, то есть вот эта кожа, она вот такая вот попросту, вот такая дряблая. Она вообще нисколько не жареная. Мне кажется, что ее пекли в какой-то печке или в конвектомате. Определенно не вот какой-то аналог курочки, при том, что это еще в каком-то перце обсыпано. Ну да. Это вареная курица, то есть это, ну, даже не вареная, это тушеная. То есть, как если, не знаю, вы его там в сковородке под крышкой приготовите, вот будет так. Я на самом деле, я не очень люблю грудку. Я вообще не понимаю, кто любит грудку. То есть, когда у курицы есть ножки, и когда я узнал, что есть спор между людьми, которые любят ножки, против людей, которые любят грудку, я, честно говоря, очень сильно удивился. Грудка, по-моему, ну, не знаю, вот эта грудка, она мерзко сухая, хотя вот эта панировка ее более-менее красит, но, не знаю, мне, не знаю, мне все равно невкусно. Так, и картошечка, она, ну, она очень жирная, она вся насквозь пропитана маслом, но при этом внутри она какая-то пустотелая, то есть, вот здесь вот, ну, вот она вот такая, то есть, она как губка, пропитанная маслом, то есть, если вот так вот нажать, из нее вытекает. То есть, если мы говорим про картоху, там, из какого-нибудь, там, не знаю, там, мака, KFC, еще откуда-то, она сухая. Ну, вот то, что, вот смотрите, вот я, не знаю, вот я на картоху надавливаю, а из нее течет. По стоимости это ведро 199 рублей. Ну, знаете, вот, в принципе, вот грудку можно здесь поесть, то есть, грудку даже можно, там, не знаю, разделить, там, на двоих, там, не знаю, там, объем еды достаточно здесь. Вот эта картоха, она абсолютно не съедобное крыло, но она, это вареная курица. Значит, бургер с говядиной и горчицей дальше у нас, состав, булочка для гамбургера с кунжутом, салат, кетчуп, огурцы, маринованная горчица, сладкая, фарш говяжий, хороший натуральный состав. Значит, тут смотрим, тут у нас котлета, здесь салат, огурчики, внизу это все намазюка на огромном количестве соуса, снизу тоже пропитанная булка соусом, лежит салат. То есть, бургер выглядит, ну, вполне себе неплохо, стоит он 99,90, соточку, короче. Без 10 копеек стоит бургер, и я, честно говоря, я его хочу погреть. Давайте разрежем, посмотрим, что там внутри. Ну, смотрите, на удивление, бургер вообще не промок. То есть, когда я Мираторговский бургер готовил, я рассказывал, что бургер это такая штука, которую нужно есть свежий, типа, вот, приготовили, только собрали, и все. А суть по этикетке, этот бургер собрали сегодня в 12. Сейчас уже почти 9 вечера, но при этом он не промокший. То есть, смотрите, какая толстая котлетина. Пахнет, ну, неплохо пахнет. Давайте попробуем. Если бы я дома готовил бургер, то у меня получилось бы, скорее всего, примерно то же самое. Потому что здесь такая прям, такая домашняя, такая котлетка. Единственное, ну, это не та котлетка, которую вам бабушка жарит. То есть, это котлета, которая, ну, именно бургерная котлета, то есть, которая состоит, ну, из фарша и лука. То есть, там больше ничего нет. Никакого там хлеба, там, не знаю, яичка, там, что-то еще. То есть, нет, это просто вот мясо. Плохое, то есть, оно не, ну, как бы, оно не испорчено. Это хуже, чем Макдональдс, это хуже, чем любые другие недорогие бургеры. Но при этом это сытно, это вполне себе натуральненько. И, честно говоря, ну, я не очень, как бы, могу продраться. Не сказать, что это супер вкусно, но это неплохо. Единственная цена в 100 рублей, все-таки, как по мне, за такое небольшое блюдо чуть великовата. Но в том же отделе можно взять, там, не знаю, там еще что-нибудь, какой-нибудь быстрые жрачки, там, на гарнир какой-нибудь, там тоже какой-нибудь там картохи, или там что-то еще, и, в принципе, добиться. Здесь, наверное, скорее плюс. И вот после той вареной курицы как-то, ну, вот чуть, чуть поприятнее мне стало вести это шоу, потому что я, честно говоря, сел голодный абсолютно. Я думал, что я поем. А дальше, дальше у меня два вока. Значит, первый вок – это фунчоза со свининой в кисло-сладком соусе. И второй вок – это удон с креветками в устричном соусе. Стоят они по 104 рубля 90 копеек, по 105 и сделаны. Они тоже в фунчозе сделаны чуть раньше, в 10 утра, судя по этикетке. Это сделано, удон сделан в 12. Ценник низкий. То есть, если, например, там про бургеры я могу сказать, что я там в ленте, там в том же гипермаркете, где там лент расположен, я там зайду в Макдак или там в Бургер Кинг или там в KFC, прости господи, и там съем какой-то такой тоже бургер, тоже за 100 рублей, и тоже так же поем, то вот воки за сотку я, ну, вряд ли где-то куплю. Значит, по весу у нас удона с креветкой должно быть 200 грамм, 218. А в фунчозе должно быть 220. Так, 200, 240. Ну, в принципе, да, по весу нормально. Давайте разогревать, пробуйте. Так, удон с креветками. Ну, вот столько здесь лапши, вот столько здесь овощей, и раз, два, три маленькие креветины пивные, а нет, вот четвертая. А четвертая креветина, ну, слушайте, ну, нормально, что ли. Ну, креветки, как бы нифига не дешевый продукт, и никто вам не обещал, что за 100 рублей их у вас будет тут много, на эту креветку, мерзкая креветка, даже этот соус, он ее не спасает. По поводу лапшички, ну, отвратительная пресная лапша, просто наипреснейшая, просто гадкой переваренной какие-то макарохи. И овощи вот эти, ну, это конкретно замороженные овощи, то есть это вообще даже никакого намека на то, что эти овощи свежие, то есть это вот замороженные, перемороженные, свинка готова, овощи из пакета, из вот этого, вот даже, знаете, типа на развес иногда продают такие, типа, пакеты вот этого всякого барахла. Вот этот вот конкретно, вот этот удон вообще невкусный, вот вообще просто отвратительно. Давайте фунчозу посмотрим. Какая мерзкая морковь у меня, просто, блин, до сих пор я теперь с этой морковью буду с этим вкусом жить очень долго. Так, давайте фунчозу посмотрим, значит, вот столько у нас свинины, ну здесь, слушайте, ну нормально здесь свинины, прям вот для соточки, здесь прям, ну вот прям, смотрите, здесь прям много жрачки, то есть прям вот здесь. Меня прям радует свинина. Ну, более-менее свинина, хотя она тоже, она не жареная, она вареная, то есть в ойке все-таки должна быть свинина именно поджаристая такая вот. Здесь, я не понимаю, почему это не солится, то есть если я покупаю, если это food to go, значит, по умолчанию она должна быть полностью готова к употреблению, то есть я должен открыть и съесть, здесь нет ни приправ, ни соли, ни перца, ничего, никакого намека, здесь есть только этот соус, которого явно не хватило на весь этот объем продуктов, и, ну, честно говоря, мне невкусно. Здесь, ну, еще перцы, слава богу, здесь поменьше морковки, то есть там просто морковное царство, здесь, ну, ну тоже это замороженные перцы, это замороженная фасоль, замороженная морковь, но, хотя, не знаю, перцы, вот по поводу перцев у меня сомнения, здесь вот прям, ну вот, нет, перцы, кстати, скорее всего свежие здесь. Не знаю, все равно невкусно, очень пресно. Если вы, не знаю, геолог, путешественник с бородой, гитарой и огромным рюкзаком, у вас обязательно там найдется, там, не знаю, салонг, там, баночка герметичная, чтобы не промокла, чтобы, смотришь, сможете все посолить, не знаю. Или, например, если бы в ленте стоял, как, не знаю, в каком-нибудь теремке, например, уголочек, где там натыканы были, там, всякие сольки, маленькие перчики, там, всякое разное, какие-нибудь, не знаю, там, мазики, то да, почему бы нет, но здесь, блин, подразумевается, что я это возьму, приду и съем. Очень пресно, хотя фунчоза мне понравилась намного больше, чем удон, удон вообще просто непотребный вообще. Лента ролл, я сейчас сразу заранее буду извиняться, потому что я взял ролл с лососем. Я глупый немножко, я хотел взять шаверму, не посмотрел, взял ролл с лососем, но шаверму из ленты я уже пробовал. И шаверма из ленты, она была, ну, как по мне, очень вялая, то есть она была в пшеничной лепешке, не в лаваше. Там не было помидорчиков, только огурчики, и она была вот просто вот такая вот, вот просто такая дряблая, вот такая вот сопливая, а при этом, в принципе, ну, не самое плохое было это, что можно было получить, но при этом она стоила 100 рублей, а за 100 рублей можно пойти шаверму в любом ларьке купить. Здесь ролл с лососем, то есть здесь должно быть более интересное блюдо. Меня, в первую очередь, интересует качество рыбы, потому что, ну, лосось это такая штука, которую очень-очень легко положить в дерьмовую, дерьмовую, и дерьмовая-дерьмовая рыба, она испортит сразу все. Здесь у нас абсолютно бледная рыба, но при этом, посмотрите, рыба дохрена, то есть рыбы прям, ну, очень много. Я даже, наверное, заморочусь, я сейчас ее взвешу. Причем видно, что это не какие-то ломтики, например, которые продавали и решили положить, то есть это реально, ну, вот, нарезали, то есть причем, судя по вот этим подрезкам, то есть, ну, реально какой-то вес пытались найти. 56 грамм, при том, что вся шаверма весит 170, ну, по-моему, это похвально, то есть это, ну, почти треть от веса всей шавермы занимает рыба, ну, блин, это неплохо. Огурчики, ну, такие себе огурчики, и салатик тоже, ну, вот эта пекинская капуста, тоже он такой себе, какой-то соус, ну, давайте попробуем. Творожный сыр. Слушайте, ну, это не очень плохо. Рыба, рыба вполне себе нормальная, единственное, ну, такая у нее текстурка, то есть, ну, вот прям такая кашеобразная текстурка, то есть, если это семга, то это не очень хорошая семга, но, по-моему, это, по-моему, все-таки семга. Судя по структуре, то есть, это такая достаточно, как-то более-менее крупная даже рыба, скорее всего, была. И это неплохо, это, правда, неплохо за 149 рублей, это вполне даже съедобно. Но, опять же, я вспоминаю шаверму, которую я купил, которую я купил и попробовал первый раз, она была приготовлена ран утром, она была приготовлена в 5 утра, я ее также купил где-то в 7-8 вечера и ел уже, ну, уже вот сейчас вот, как сейчас, то есть, в районе 9, и она была абсолютно непотребной, дряблой, то есть, весь вот этот вот соус кефирный шаверменный, он просто, ну, вот, просто вот он всю ее размочил. Ладно, давайте вердикт. Можно ли покупать еду в ленте? Можно, но не все. Вот, в оке барахло, ведро вот это вот куриное полное барахло, бургер нормальный, если вы, если вы не брезгуете домашней едой, в принципе, к бургеру у меня вообще никаких претензий нет, нормальный бургер. По поводу вот роллов вот этих вот ленты, ну, очень спорно, то есть, вот если бы я пришел на пару часов попозже, вот это было бы уже не классно, это было бы уже отвратительно, потому что, ну, вот он уже, он на грани намокания, и вот эта лепешка пшеничная, вот из нее можно, я не знаю, как в детском садике из пластилина, вот поделку какую-нибудь слепить, но при этом это все стоит относительно немного. А, например, и для меня лично вот эта продукция, она намного лучше, чем, например, такую та же кулинарию в Ашане с чебуреками, пирожками, какими-то, не знаю, там вот этими всеми вещами, которые, ну, отвратительно выглядят и стоят, конечно, они еще дешевле стоят, но жрать это вообще невозможно здесь, хотя бы можно уже из чего-то выбрать. Вот такой сегодня получился обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если до сих пор это не сделали, надеюсь, вам было интересно и полезно. Ну и спасибо всем за внимание. С вами был Видеоблогбюро. Субтитры сделал DimaTorzok